Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Сегодня я собираюсь подвести итоги уходящего сезона. Он у каждого из нас был своим и уникальным. Мой, например, состоял из 70 спектаклей и концертов, которые прошли в 20 городах 15 стран. И чтобы все это увидеть, мне понадобилось совершить 47 перелетов и 25 поездок на поезде. Конечно, я вряд ли бы смог путешествовать так интенсивно, если бы не поддержка моих подписчиков на платформах Boosty и Patreon. Спасибо им. Я рад, что могу отплатить за поддержку рассказами о самых важных и интересных событиях в жизни музыкальной Европы. Поэтому, если вам тоже не безразлична судьба современного музыкального театра, то подписывайтесь на канал Сумерки Богов на Boosty и Patreon. Там можно всмотреть все обзоры целиком и с музыкальными фрагментами, слушать лекции об оперных шедеврах, а еще там нет никакой рекламы. То есть все, о чем вы только могли мечтать на YouTube. Понятно, что после переезда в Европу я делаю в первую очередь акцент на премьерах театров высшей лиги, к которым отношу по-прежнему берлинскую, венскую, баварскую государственные оперы, театр Ла Скала в Милане, опера де Пари. У них самые значительные бюджеты, где-то 140-200 миллионов евро. Они приглашают лучших певцов и постановщиков. Тех, кто особенно интересен меломанам в любой стране. Но в последние годы я стараюсь больше обращать внимание и на новые постановки театров в Гамбурге, Амстердаме, Брюсселе, Неаполе, Леоне. Да и в том же Берлине есть еще театры, которые регулярно выпускают что-то интересное. Свой прошлогодний аналогичный обзор я делал уже в августе, поэтому в него не вошли некоторые события прошлого фестивального лета. И потому я хочу вспомнить, что таким образом мой нынешний сезон, а он в моей жизни уже взрослый был сороковой, начинался с удачной постановки оперы «Греческие пассионы» Богуслава Мартину в постановке Саймона Стоуна. Это в Зальцбурге дирижировал очень интересный дирижер Максим Паскаль. По фестивалям я делал в прошлом сентябре отдельный, правда, обзор, но я все равно хочу вспомнить начало сентября 2024 года, когда на фестивале в Бохуме я увидел новую постановку из «Мертвого дома» Яначека от Дмитрия Чернякова. И вот там был замечательный мужской ансамбль во главе с Йоханом Ройтером и Джоном Дашиком. И за весь сезон я почти не увидел столь выверенной актерской музыкальной работы. Хотя была еще Соломея Штрауса в Гамбурге, где Дашек и Кайл Кеттлсон пели Ирода и Эконаана, соответственно. Но все равно спектакль Чернякова в Бохуме произвел тогда ошеломляющее впечатление, возможно, потому, что публика была прямо вокруг артистов и видела их истовую работу. После такого смотреть, как какие-то певцы, именуемые звездами, изображают принцев, героев, возлюбленных, бывает очень непросто. Эти два спектакля Дмитрия Чернякова и еще возобновление его постановки «Так поступают все женщины» Моцарта в Париже в феврале вновь подарило мне много интересных моментов. Но все же лучшим спектаклем сезона для меня стала работа немецкого режиссера Табиаса Крацера. Полностью это видео без рекламы и с музыкальными фрагментами можно посмотреть на сайтах Бусти и Патреон. Все ссылки вы найдете в описании этого видео внизу. Книги Вадима Журавлева, Дмитрий Черняков, Герой оперного времени, Конец прекрасной эпохи, Век Зальцбургского фестиваля и Хроника оперы «Лихие девяностые» можно приобрести в электронном виде на сайтах Ридера, Литрес и Амазон, а в печатном виде в сети книжных магазинов «Читай город» и в книжном магазине «Москва». Помните, книга – это лучший подарок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok